Привет, друзья! Сегодня наша вечерняя прогулка начинается с Бухар-Жирау. Позади нас стадион Шахтер. Помните какие-нибудь игры Шахтера? Не знаю, какой он сейчас, на каком месте сам клуб Шахтер, но было время, он был чемпионом. Ну, по крайней мере, в первой пятерке-тройке точно. Давайте посмотрим, как выглядит улица Бухар-Жирау с самого начала. Вот Бухар-Жирау-2 и Сатпаева-1 пересечения. А здесь раньше, вот, видите, был памятник, был памятник Сатпаеву. Сейчас нету, его убрали. Не знаем, когда. Зато напротив стадиона Шахтера появилась надпись «Я люблю Караганду». I love Караганду. Вот это, кстати, когда проходили матчи, дополнительное освещение, оно часто работало. Вот их здесь первое, второе, и вот третье еще, его даже есть четвертое. Мы отправимся в сторону 45-го юга. В самом начале Бухар-Жирау довольно-таки тоже необычная архитектура. Одноэтажки вот такие, двухэтажки. По левую, по правую сторону. Сейчас уже вечер, поэтому машин не так много. И солнце уже садится, скоро будет закат. Бухар-Жирау 2, дробь 2, и смотрим, здесь какие-то иероглифы китайские. Оказывается, здесь центр вон мануальной терапии. А вообще во всех вот этих зданиях старых сейчас больше офисы, различные центры. И даже, смотрите, вот напротив меня соляная пещера, представляете? А вот в этом стоматология. Вот здесь, оказывается, стоматология. Издалека я подумаю, что это частный коттедж, но по крыше видно, что это старое здание. А, по чердаку, да? Да. Необычные такие балкончики, старенькие еще, да? Очень маленькие, узенькие. И вот этот вот, смотрите, слева, там только окно, там нет выхода на балкон. Ага, да, кстати. Ты заметил? А вот справа есть. Как-то раз мы проезжали мимо вот этого вот здания, и, оказывается, это баня номер один. Да, на самом деле в Караганде очень много бань. Баня здесь очень много лет уже, давно. Сколько я помню, постоянно здесь большая вывеска, она, по-моему, дальше сохранилась. Баня номер один. Интересно, вот она работает сейчас или нет? Сейчас посмотрим, там есть какая-нибудь вывеска, режим работы. Здесь, скорее всего, были окна, но на вид это все заложено. Либо, может быть, какие-то вывески вот так были. Интересно. Круглые окна. Ну, это уже помещение, а вот там вот в самом начале, это там улица. Территория бани, да, где? Да, в России некуда. Вот. Вот вывеска висит. Смотрите, какой красивый вход. В таком восточном стиле. Ну, дверь современная уже вовнутрь? Нет, мне кажется, она уже не работает. Смотри, все старое. Она вряд ли. А вообще адрес вот, Бухаржи Рау 4. Напротив бани политехнический колледж. Кстати, неплохо выглядит фасад. Ремонт был сделан. Вот здесь вот уже начинается улица Жамбыла. И смотрите, мы проходили мимо и на доме, на фасаде дома вот такой вот, вот такая вывеска. Так, в этом доме с 1964 по 1988 жил заслуженный учитель Казахстана Газалий Маулен. О, ничего себе. Вот здесь вот. Вот здесь сразу, за вот этим первым домом, это был МГУ, что ли? Или МГТУ, да. Здесь раньше сверху была надпись и расшифровка. Ага. А вон, сейчас он переименован МГТК какой-то стал. Ну, сейчас поближе посмотрим и посмотрим, как он расшифровывается сейчас. Рядом с МГТК выпускники посадили деревья. Классно, да? Я нашел, кстати, как он расшифровывается. Это многопрофильный гуманитарно-технический колледж МГТК. И напротив, Русь, ты хотела сказать? Обычные дома, жилые, просто трехэтажные. Все равно очень интересная архитектура. Во-первых, в Караганде, ну, в новом городе, редко встретишь трехэтажные дома. Плюс еще балкончики такие маленькие, да, и вот эти вот отделения. Когда гуляешь по улице Бухаржура, у меня лично цепляют балконы. Смотрите, какие интересные. Маленькие, но видно такие прочные, да, объемные. Да, и вот напротив тоже. Смотрите, какая красота. Словые красивые. Да, тут даже вот колонна есть сбоку. Невероятной красоты. Рассматривая балкончики, также заметили таблички. Жилой дом со встроенной типографией. Представляешь? Встроенная типография, это как вообще? 1938 год. Памятник охраняется государством. И еще здесь кто-то жил, да? Плохо видно. А Николай Валентинович Пагануци. Это... Педагог и путешественник. Путешественник. Пагануци – это итальянская фамилия? Точно не скажу. Ну, надо почитать, кстати, вот интересно. А мы отправляемся дальше. Мы подошли к Т-образному перекрестку Бухаржирау-Чкалово. Вот эти вот красивые дома. Правда, смотрите, какие маленькие окна. Интересно, какая там планировка внутри. И... И здесь сразу напротив улицы Чкалово памятник непосредственно самому Бухаржирау. Пойдемте посмотрим. Поближе. Слева, вот смотри, есть таблички, где можно, наверное, ознакомиться. Пойдем, почитаем. Когда мы были в памятнике Абаю, там была табличка, но плохо прикрепленная. Здесь же, смотрите, достаточно все хорошо сделано. Ну, вот 2008 год хоть понятно, да? Да. Когда установили. Видно, это не улетит, как вот мы показывали. Да, прочно. А вот здесь, что более детально, надо отсканировать QR и все. Это очень классно. Это прям вообще лайк. Здание Арселор. Здание Арселор Митл. И непосредственно сам памятник. Все здесь нормально сделано. Ступеньки. Отлично. Смотрите, как интересно. В правой руке четки, а в левой дамбра. Ну, так как он являлся Акыном. Интересно, да? Поближе покажу. Отсюда вот начинается улица Абая. Это бывшая улица Ленина. Вот, Абая 1. В ту сторону. Ну, по ней мы уже гуляли. Подсказку оставим, кому интересно посмотреть. Мы рассказывали про памятник Абаю. Мы рассказывали про памятник космонавтики. Да, Юрию Гагарину. Ну, и в принципе, мы так прогуливались уже. Тоже довольно-таки интересные домики. А в доме Абая 1 находится магазин индийских товаров. Мы уже не успеваем, но в принципе, интересно, что там продают. Да, надо как-нибудь зайти посмотреть, просто ради интереса. И здесь многие балконы уже застеклены... Пластиком сделаны уже. Без колонн, без чего-либо. Но вообще здесь очень приятно гулять. Ну, не знаю, мне очень нравится. Во-первых, дорожка сделана, все удобно. Во-вторых, вывески везде есть. Просторненько так, да? Просторно вообще на улице. Да. И плюс, деревья защищают либо от солнца, знаешь, либо так, от пыли, от ветра все равно. Поэтому достаточно удобно и приятно, да. Расслабленно. Вот слева, это тоже, по-моему, университет. Пойдем посмотрим. Корпус номер 3 Центральной Казахстанской Академии. Ну, до этого здесь был другой университет. У меня знакомая просто училась. Ну, здесь еще, смотрите, образовательный центр Белим и образовательный центр немецкого языка. Партнер Гёте, Институт Казахстана. Вот. Да, на казахстанское Академии. Тоже такие колонны, да, интересно? Вход, да, ты имеешь в виду сам по себе? Ну, вот эти такие и есть, ханки. Да, кстати, смотрите. Все продумано. Адрес Бухар-Жирау 20. И здесь также есть табличка. Здание в конторам размещался в 41-44 годах. Ивэко-госпиталь номер 1776. Вообще, да? С ума сойти. С ума сойти. Вообще не знали о таком. Также можно всю информацию посмотреть по QR-коду, отсканировав его. Ивэко-госпиталь. Мне интересно, что такое. Может, какой-нибудь эвакуационный? Да, да. Во время войны, мне кажется, здесь был госпиталь. Эвакуировали людей. Интересно очень, да? Представь, какая история, да? Но почему-то в школах мы такое... Ну, нас не было... Это же как памятник. Ну, я не помню, что бы было в школе. Ходили по старому городу и нам рассказывали об этом. Вы были? Мы тоже не были. На экскурсии на такое. Про такое вообще нет. Мне тоже не было. Ну, как бы на нас не водили. Наверное, те, кто учился, наверное, они об этом, может быть, слышали, знали. Смотрите, какая красота. Въезд, вход. Дальше во дворы, во двор. Все так красиво. Такие колонны. Узоры. Узоры, смотрите. Красота. И это еще сохранилось. Да? Представляешь, да. Ну, видно, что уходит где освежали, конечно. Ну, вот здесь вот откололось. Но вот эта часть осталась. Вот эта часть осталась. Не разбито ничего. Классно. Очень красиво. И еще, что интересно. Вот смотрите, обратите внимание на окно. Над и под. Это тоже, скорее всего, направление в архитектуре. Кто изучает, мне кажется, знает, могут это объяснить. Это очень такой, короче. Ну, это стиль. Это своеобразный стиль, наверное, той эпохи, в которой вот и строили эти дома. Архитекторы, возможно, художники вкладывали, конечно, какой-то смысл. Плюс, когда глаз радуется, как это называется? Визуализация? Ну, да, как бы вот. Эстетика. Эстетика, да. Когда глаз радуется. И под окнами тут также есть узоры, смотрите. Красиво. Ну, смотри. Представь, что все здесь дома в одном стиле, без каких-то узоров, орнамента. Но это же правда некрасиво. Но это некрасиво в любом случае. Колонны, вот эти вырезки, они украшают здание. И, скорее всего, здесь многое, что располагалось. Довольно-таки серьезные какие-то органы, может быть, были. Это мы по адресу Бухар-Жрау. 22-1. 22-1. Это Рустам мне подсказывает, потому что я плохо вижу. А вот это современное здание, да, Рустам? Здесь был банк, помню, потом, по-моему, была почта, то ли доставка, ДЧЛ. Угу. Не знаю. Но здание само по себе новое, либо переделанное? Нет, реставрацию делали. Здание тут было, реставрацию делали. И окна тоже вот сверху такие же были. Ой, вот это... Вот мне кажется, не было. Не вспомню, но вряд ли. Но очень красивое на самом деле. Очень красивое. Располагается театр Сакена Сейфулина. И Рустам тоже увидел, что вот на этом доме есть табличка. Скорее всего, имеет тоже историческое значение данное здание. Либо там кто-то проживал. Либо кто-то проживал. Сейчас... Да, кто-то проживал, видите? Портрет. А здесь был летний театр. Который был... Который был деревянный, который хотели забрать в Японию. Который куда-то пропал. Надо найти фотографию, вставить. Он был построен японцами. Без единого гвоздя. И далее его перенесли на юго-восток, в этнопарк. Построили театр Сакена Сейфулина. И сейчас уже не знаем, где театр, который... Ой, летний театр. Летний театр, да. А он, смотри, большой какой, огромный. Кстати, очень красивый. Как будто такая пирамида железная. Вот, видишь, она прям стоит. Тоже вырезки такие, да? Такие, как герб. На герб похожи, да? Они три разных звезда. Серп и молот и что-то еще. Молотки. Может быть, это что-то связано с шахтами или с углем. Да, возможно. А на той стене есть такое же? Не знаю. Это как два таких... Такие ворота, как будто, знаете. Да, сейчас покажу поприже. Вот так вот выглядит вход на аллею. Здесь такие еще гербы? Да, да, одинаковые. Одинаковые, да? Это, наверное, одна из центральных аллей была, по крайней мере. Потому что вот тоже два каких-то шара таких, колонны небольшие. А вообще вот написано, что Караганде в феврале 1934 года присвоен статус города. Возможно, это именно связано с присвоением статуса. Сверху, я так думаю, это герб Караганды. Да, это герб Караганды. Вот театр. И вот эта улица, это улица Назарбаева. Да, бывший бульвар мира. Если по этой дороге ехать до конца, то там будет политех. Смотрите, тоже вход во двор какой красивый. Вот колонны невероятные. Наверное, раньше и можно было только так, может, через эти ворота заходить. Как проходной такой был этот... Пункт. Пункт, да. Либо это были главные ворота, главный вход. Вот видишь, пятиэтажка вот эта? Да. У нее, смотри, какая крыша трехугольная. Наверное, это старое здание. Вон там на крыше даже видно, как будто печка что-ли была какая-то. То ли труба вон там сверху. Видно, да? Ну вот что интересно, видно по проекту, по советскому или по временам птиц, той архитектуры, пятиэтажка была отдача от дороги. И вот это вот здание, оно прям между, смотрите, старыми зданиями построено. Ну да. И плюс вот это, перед, это четырехэтажки. Да. А если так смотреть, то не видно, что там до пятиэтажных. Что он выше, да? А не как будто на уровне. И вот мы дошли уже почти до парка. Да, здесь также такие же ворота. И, кстати, забор железный. Скорее всего, он еще строился в то время. И вот слева на доме... Напись. Напись. Вот что написано? Кунды. Не знаю. Вот я не могу прочитать. Это то ли белка, то ли двадцать. Я тоже могу понять. Вот. Кто знает, напишите, что это. Кундыс или кундык. Или что это? Непонятно. Вот в этом здании находится библиотека с той стороны. Если за угол зайти с левой, то вход будет, да, там. Красивое оформление входа, балкона. Окон. Да. А вот мы как раз повернули. И... Что это? Это детская библиотека имени Абая. Сразу на ДК. Фонтаны в городе включили. Точно. Заработали. Интересно, на ЦУМе... Ну, на Абзале включили или нет? Вот этот памятник шахтерам, он здесь был не всегда. Да, мы постараемся найти фотку, фотографию вставить и показать, что здесь было. Вот на этом доме, сразу вот на углу Бухаржирау 33, тоже можно увидеть, что... Есть табличка. Специальные таблички, да. С людьми, видать, которые там проживали и внесли вклад в развитие города. Ну, сегодня туда не пойдем, но в следующий раз надо обязательно сходить посмотреть и прочитать, что там написано и кто там жил. Мне кажется, в данном районе самое интересное и более такое историческое это ДК и Почта. Ну да, и сам подземный переход. Потому что раньше его не было. Да, люди так дорогу перебегали. На той стороне, кстати, тоже фонтаны включили уже. А вот такие подземные переходы на сторону парка. Видать, в Караганде, значит, было такое движение, что необходим стал подземный переход. Смотрите, шахтер. Это пастух, да, с барашкой? Да. Это солдат. Это женщины, которые собирали пшеницу, мне кажется. Инженер. И акэн. Караганда летом расцветает. Особенно мне нравятся закаты. Летние закаты Караганды. И вот так вот сейчас выглядит почта. Главная почта. Уже загорелись огоньки. Время... Время вечернее. 35 минут 9. Ну, и сейчас еще солнце не село, да? Нет, закат был уже, солнце село. Да? Как-то светло на улице. А вообще, кстати говоря, я слышала, что вот этот район, вот прям рядом с ДК, вот этот двор, называют Золотой квадрат. И я смотрела, действительно, квартиры здесь дороже. Вообще, это из-за того, что планировка вроде бы хорошая, дома более-менее качественно сделаны, ну, по тем временам. И потолки высокие. Вы знали о таком? Смотрите, тоже мимо проходили. Интересно, да? По правую сторону здесь четырехэтажки, виднеется уже новое здание. Оно построено давно, лет 10 назад. А, если не больше? Вот это офисные, да, тоже офисные помещения? Музей вот здесь вот, вот в этом здании. А в этом, я знаю, что на первом этаже там офис. Вот это я точно знаю. Сейчас поближе подойдем. Хотели спросить, что здесь, да. То ли это что-то с технологиями связано, то ли с музыкой. И вот здесь рядом еще одно. А здесь вот, мне кажется, это музыкальные инструменты. Казахские национальные. Да. Это музыкальные инструменты, мне кажется. Кто знает, напишите. Интересно, правда, узнать, что это такое. Самим гадать. Особенно насчет вот этого. Подошли к стелле независимости. Она открыта в 2011 году. И здесь, на ее площади, постоянно, на каждые праздники, ставят украшения на Новый год. Ёлка здесь стоит. На науры с юрты. Да. Ну, площадь такая. Отсюда часто сюда приходишь, чтобы на салют посмотреть. Пофотографироваться. За ней, за стеллой, есть фонтан. Очень большой, кстати. А вот этот фонтан, вот этот, который был здесь напротив озера, туда, в сторону парка, его почему-то уже нету. Почему-то он не работает. Это, 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 здесь нет фонтанта? Ну, уже все запустили, а вот этот почему-то еще не запустил. Это спуск в парк, в центральный. Мне здесь больше всего нравятся мозаики на домах. Смотрите. Раз. И два. И вот там сбоку еще одна даже есть. А, вот, да, три. Сохранили, да? Либо их реставрируют, либо сохранились. Вдалеке виднеется фонтан, про который Рустам говорил. Он с такой красивой подсветкой. А мы уже подходим к району Цума. Вот, а гоняют в Караганде. Тоже гонщики есть. Летают. Смотри. Да, это хотели посмотреть, что это. И в Двагиссии просто информация. Декоративное сооружение. Три балашки, короче. Три брата, друга, лежат, загорают в шапках-ушанках. Да, а еще у нас вот такой вопрос. Вот в этих четырех этажках сверху такие трубы. Или что это сверху, непонятно. Белые. Печки были, или это вентиляция, или для чего, кто знает. Что-то мы с Вероникой так и... Угадали. Так и не угадали пока что, да. Не определились, что это может быть. А Караганда все равно зеленая. Вот как можете видеть, такие насаждения перед домами. Там шишки уже начинают цвести, появляться, распускаться. Хорошо, когда есть зелень. Одна из самых чемпионов 2018-2019. Чемпионов ВХЛ, Сарыарка. А вот еще сохранились старые какие-то дорожки. Уже заросшие. А рядом вот новые, которые ведут сейчас в ресторан. В ресторан, там, Турандот китайской кухни. Ну и да, торговый дом какой-то, вход туда. Это Европа. Торговый дом Европа, да? Еще одно декоративное сооружение. Это четвертый от тех троих. Просто убежал, да, радуется. Или они его забыли. Он просто интроверт. Ладно, шутка. Не знаем, что это за сооружение. Кто владеет информацией, напишите. Вот он, Турандот ресторан. Chinese ресторан. Мы там не были еще пока что. Ну, нам за пять лет проживания в Китае, китайской кухни хватило за глаза. Поэтому мы пока здесь изучаем, пробуем другую кухню, другие рестораны. Сейчас идем вот где ресторан Турандот и чувствуем запах сои китайской, вот эти специи, ароматы в воздухе летают. И тесто, я говорю Русику, китайскими пельменями пахнет. Позади нас гостиница Казахстан. Ну, была раньше гостиница, сейчас это бизнес-центр. Да, тоже бизнес-центр, офисы, центры связи. Там актив, по-моему, был раньше, Билайн. Ред парк тоже находится. Это дисконт-центр. Вот здесь. Одежда, товары для дома. Ну, а это здание мы уже показывали, которое такое, оно срезанное, как будто. Как оно правильно, как мы его назвали? Оно называется, по-моему, плоское здание. Плоское здание, да, плоское здание. Валютранзит бывший. Мы про него показывали, когда снимали парк и фэнтези. Да. Здесь, на торговом доме, вот авзал, остановка. Как раз два наших любимых заведения. Одно из них это... Гуанчжоу, и второе это Тейрмен. И, кстати, они сделали летнику очень красивые лампочки. Смотрите, как ярко... Подсвечивается все. Да, видно. Да, видно. Вот так выглядит ночной цум. Вот это торговый дом Даулет. За ним ресторан Арбита. А мои родители часто про него говорят. Видать, лет 15-20 назад это было одно из самых классных заведений. Вот. Мотосезон начался. Рядом с Сумом построили еще один торговый дом, который называется Арбат. Кстати, фонтан на обзале еще не включили. Ну да, пока не работает. Обзал тоже очень хорошо подсвечивается. Вот эта реклама очень долгое время всех раздражала. Вот этот телевизор такой большой. Жители дома или... Да, жители дома. Но вот сейчас он без звука. Просто идет реклама. Мотосезон. Здесь, кстати, сделали переход. Раньше не было. Вот сейчас спокойно можно пройти. Потому что раньше надо было успеть пробежать. А вот этот киосок один из самых древних. Ну, я имею в виду, очень давно работает. Не знаю, какие там цены. Ну, наверное, он ночной, поэтому цены там тоже нормальные. Городские. Городские, да. Да, на этих девятиэтажках раньше были разные надписи. Реклама тоже. До сих пор магазин Lego. Ну, сейчас уже вот новый. Такая арка во дворы. Хватает, да, движения вечернего машин? Так нормально ездить. Абсолют. И вот там уже видеется спорткомплекс Нуркена Абдирова. Кстати, мне кажется, многие помнят, что на месте Ланжоу был ресторан Анкара. И сейчас он переехал вот в такое вот. Вот в этот дом. Рядом с Нуркен Абдирова. Памятник. Ну, вот это рядом, которое, это уже не Анкара, да? Пришли мы на площадь Нуркена Абдирова. Вот памятник. Смотрю, там какой-то движняк. Здесь кафе шашлыков находится. А вон там, где молодежь, скорее всего, там грушу можно бить и смотреть, какой у тебя удар, какой силы. Точно! Поэтому там такой, вон, слышно удары. А вот он, памятник Нуркена Абдирова. Да, мы найдем обязательно фотку старую. Здесь не было ничего вообще просто. Прочетай. Я не думаю, что сам памятник изменился. Изменился тоже. Да? Да, он тоже изменился. Его реставрировали. Где-то на заднем фоне там вон скриптонит играет. Вот так вот. А это вот дворец спорта Нуркена Абдирова. Что, будем прощаться? Да. Наш мини-поход заканчивается у памятника Нуркена Абдирова, потому что 45-й мы уже показывали. Ну, вот такая у нас получилась прогулка по Бухар-Жирау, поэтому давайте не скучайте. Всем хорошего вечера. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok